Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Дело храбрых, что ждет аварийно-спасательную службу. Проверка на прочность, как ее прошли рязанские журналисты. В «Всероссийский день поэзии» Рязань стала столицей пушкинского диктанта. Поисково-спасательная служба Рязанской области начала свою работу в 1997 году. На протяжении 21 года бравые бойцы работают как на территории региона, так и в дальних уголках России. Однако сейчас служба эта находится под угрозой закрытия. Продолжит Валерий Седов. Тульская область, крушение самолета, теракт, когда спасатели выезжали с нескольких областей, из ближайших поднимали тела, разбирали вот эти груды металла. Помимо этого у нас, конечно, не представлено здесь на стендах. Это наши сотрудники выезжали на ликвидацию. Потом это 10-й год пожары, осенний переулок, 16-й год. То есть мы выезжали вот это ликвидировать. То есть служба действующая, рабочая, уникальная. Александр Розов и Юрий Новиков рассказывают о каждой фотографии, которая висит в здании аварийно-спасательной службы. Здесь представлены как момент осучений, так и реальные чрезвычайные происшествия, в ликвидации которых участвовали спасатели Рязанской области. Железнодорожная авария, авиакатастрофа в Тульской области, лесные пожары в нашем регионе и многое другое. Однако есть в их службе и другая, темная сторона. По словам сотрудников, с 2013 года им недоплачивают заработную плату. Сотрудникам отряда недоплачивали зарплату с 2013 года, с 2013 по 2017 год. Вот это все выявилось именно сотрудниками подразделения. Мы обратились в трудовую инспекцию. Трудовая инспекция отметила, что все эти факты, которые мы указали, все соответствуют действительности, и был наказан работодатель. По словам спасателей, за последние пять лет многим не выдали крупную сумму денег. Долг руководителя Андрею Березину около 70 тысяч рублей. И это не самая крупная сумма. Задержка по зарплате у Юрия Новикова около 100 тысяч рублей. Мужчина поступил на службу в 2000 году. Отдав спасению жизни и здоровью людей 18 лет, теперь он вынужден обращаться в суд, чтобы получить законные деньги. Грудь Юрия украшают ордена и медали за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в которых он побывал. У нас не дают за просто так медали. Это все где-то за что-то. За леса, в лесу. Это от губернатора. Это участие ликвидатора ЧАЕС за дом, за осенний переулок. То есть, это заслуги в режиме ЧАЕС. Подобные медали есть у всех. Аварийно-спасательная служба Рязанской области участвовала не только в ликвидации региональных ЧАЕС, но и были неоднократно командированы в районы ЦФО и на Дальний Восток. И за достойную службу сотрудникам до сих пор полностью не выплатили денежное довольствие. Сейчас у нас в судах 15 дел. То есть, нам выплатили часть заработной платы. Но в судах остается до сих пор 15 дел. И по ним еще решения судов нет. Одна проблема повлекла за собой другую. По словам спасателей, теперь их службу просто хотят закрыть. Зайдя на сайт правительства Рязанской области, увидели документ, который готовится. На наш взгляд, это постановление, которым будет отменено, скорее всего, предыдущее постановление о аварийно-спасательной службе Рязанской области. Вот. Наш представитель, который нам помогает в судах, человек, она позвонила исполнителю. Телефон там был указан. И нам ей сказали четко, что отряд наш будет расформирован. Аварийно-спасательное подразделение появилось в Рязани 12 сентября 1997 года. Тогда в штате числилось всего 15 человек, на вооружение у которых были только подручные средства. Спасатели начинали с выездов на дорожно-транспортные происшествия. Постепенно сотрудников обучали новым навыкам и умениям. И теперь характер работ, который выполняет подразделение, огромен. Спасатели участвовали в тушении лесных пожаров летом 2010 года и разбирали завалы после взрыва бытового газа на осеннем переулке. Здесь была и своя кинологическая служба. Пять бригад кинологов и шесть вольеров для собак. Теперь в аварийно-спасательной службе дежурит только Гай. Ему 10 лет. Всех остальных сотрудников уволили вместе с собаками. Сотрудники спасательной службы считают, что кинологическая служба региона была лучшей в Центральном федеральном округе. А теперь от нее остались только пустые вольеры, как напоминание о былом величии. 21-летняя служба в рядах спасателей в скором времени, по словам сотрудников, может прекратиться. 23 человека останутся без работы. На вопрос, что они собираются с этим делать, сотрудники ответили – бороться. 5 июня они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и выложили его в общий доступ в сети интернет. Уважаемый Владимир Владимирович, уважительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации и не допустить ликвидацию аварийно-спасательной службы в регионе, так как от этого будут страдать обычные люди, которые могут отказаться, оказаться в любой чрезвычайной ситуации, либо опасной ситуации и остаться без своевременной, квалифицированной помощи спасателей. Наша телекомпания отправила запрос в правительство Рязанской области. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Владимира Трушкина, бывшего зампреда регионального правительства, задержали летом 2017 года по подозрению в получении взятки в 80 тысяч рублей. С 30 июня прошлого года экс-чиновник находился под стражей. В сентябре его поместили под домашний арест. 6 июня Советский районный суд Рязани определил меру пресечения для бывшего госслужащего. На судебном заседании Владимир Трушкин и его адвокат просили суд изменить меру пресечения под подписку о невыезде. Представители защиты напомнили, что бывший чиновник полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Также адвокат сослался на возраст бывшего чиновника и различные заболевания. Сторона обвинения выступила за продление срока домашнего ареста. Прокурор уточнил, что Владимиру Трушкину представлено возможности ежедневных прогулок на придомовой территории. Суд решил продлить домашний арест до 17 ноября 2018 года. Заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 20 июня. Напомним, бывшего зампред правительства Рязанской области Владимира Трушкина обвиняют в получении взятки в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Рязани. Следствием установлено, что Трушкин, занимая должность первого заместителя главы администрации города Рязани, получил еще в июле 2015 года в своем служебном кабинете взятку в значительном размере на сумму 80 тысяч рублей от учредителя одной из рязанских строительных организаций. Взятка предназначалась за содействие в совершении действий по службе и в интересах указанной организации. Выявление преступления стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональным управлением ФСБ России. Владимир Трушкин работал в должности зампреда правительства Рязанской области с октября 2016 года. Он курировал деятельность Министерства транспорта и автомобильных дорог, Министерства строительного комплекса, Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области. Ранее Трушкин работал первым заместителем главы администрации Рязани, где также отвечал за строительный блок. Еще раньше – министром строительного комплекса Рязанской области. Не секрет, что журналисты всегда находятся на передовой, будь то стихийные бедствия, массовые беспорядки или зоны военных конфликтов. Начиная с 90-х годов, при выполнении своих прямых обязанностей погибло более 300 сотрудников СМИ. Тогда и зародилась идея помочь журналистам не растеряться в разных чрезвычайных ситуациях. Для этого и был придуман специальный курс под названием «Бастион». В 2018 году такие занятия впервые проходят в Рязани. На них побывал Валерий Седов. В строю – журналисты и видеооператоры, знакомые лица как с регионального СМИ, так и с федерального. Всего 35 представителей средств массовой информации участвуют в учебно-практических курсах под названием «Бастион». На одну неделю они сменили домашний уют на военные палатки. Ежедневно им рассказывают важные для их профессии правила, как оказать первую помощь, выбраться из толпы негативно настроенных людей и многое другое. Чтобы сберечь его жизнь, надо научить, как он должен действовать. Это главная задача – сберечь журналисту жизнь. Вторая задача – не мешать нашим правоохранительным органам, Минобороны, МВД, МЧС, Национальному антитеррористическому комитету выполнять свои обязанности. 6 июня на учебно-тренировочной базе отдела Росгвардии Призанской области прошли учебно-практические курсы. Представителям средств массовой информации показали различные методы работы силовых ведомств. Все занятия были приурочены к грядущему чемпионату мира по футболу. Первая учебная точка – это работа саперов. По легенде, на футбольный стадион прибывает транспорт с болельщиками. Каждого фаната обыскивают с помощью металлоискателя и отводят на безопасное расстояние. Здесь в дело включается кинологическая служба. Собаку зовут Винч, и ей 8 лет. Она присутствует на всех инженерно-саперных мероприятиях, если нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, или поступает звонок о заложенной бомбе. И здесь Нюх Винча не подвел. Она находит самодельное взрывное устройство, или сокращенно – СВУ. Об этом сразу же докладывает сотрудник. Майор собак обнаружил подозрительный предмет, возложенный свой предмет, обозначенный предмет. Внимание! Организовать оцепление, отвезти граждан на безопасное расстояние. На вызов оперативно прибывает инженерно-техническая группа. У сапера в руках две коробки. Одна из них – устройство под названием «Туман». Она заглушает радиосигнал сотовых телефонов, чтобы взрывное устройство не смогли активировать. В другой – оборудование для разминирования. После оценки специалист решает вынести СВУ из машины и взорвать в безопасном месте. Для этого используется специальный щуп длиной 2 метра. Взрывное устройство извлекают и относят в специальную зону. А после этого следует подрыв. Следующая учебная зона – кинологическая. Здесь представителям СМИ показали взаимодействие сотрудника с собакой и ее умение выполнять различные команды. Как рядом с бойцом, так и на расстоянии. А после – необычное зрелище – задержание злоумышленника. Практически все учебные зоны усеяны гильзами, следами былых учений. Такие курсы многих журналистов и операторов выбивают из колеи. Здесь пистолетные выстрелы звучат куда громче, чем с экранов телевизоров, а от автоматной очереди бросает в дрожь. По легенде, на третьей учебной зоне, в двухэтажном доме, террорист захватил заложников. Цель бойцов СОБРа – освободить с минимальными потерями. Представители СМИ предупреждают заранее. Лучше не стоять у них на пути. Сотрудники будут работать в полную силу. Старшая группа начинает отсчет перед штурмом. 5, 4, 3, 1. Пошел, пошел. Спустя несколько секунд старшему группу докладывают, что террорист ликвидирован, заложник в безопасности. На вопрос журналистов, как лучше вести себя при штурме дома, боец СОБРа отшучивается не мешать и слушать команды. Цель данных занятий была прежде всего показать репортерам, как себя вести в данных экстремальных условиях с целью осветить проходящие события и как минимизировать последствия и остаться при этом живыми. Основные правила поведения в подобных специфических ситуациях важно знать не только представителям СМИ, но и обычным людям. Ведь в подобной ситуации может оказаться каждый. Однако именно журналисты рассказывают о них, находясь буквально на линии огня. Так и здесь. Подобные крупные планы бойцов СОБРа не снять с дальнего расстояния. А при штурме дома или взрыве снарядов для красоты кадра иногда приходится подходить на опасные расстояния. А порой ситуация бывает куда хуже. Пустующее перо намитирует вокзал Рязань-2. По легенде, сюда прибывают футбольные болельщики. Здесь уже дежурят бригады журналистов. Однако в толпе фанатов находятся люди в состоянии алкогольного опьянения, которые и провоцируют беспорядки. Чтобы утихомирить провокаторов, сюда прибывают бойцы ОМОНа. Задача правоохранительных органов – отделить провокаторов от журналистов. Притом так, чтобы никто из них не пострадал. Учебные курсы «Бастион» проходят с 2006 года. Этот поток – 18-й. За все время существования курсов сертификат об их прохождении получили больше 900 человек. Что примечательно, в зарубежных странах существует свой «Бастион». Подобные курсы есть в Англии, например, курсы «Центурион». Но, во-первых, там в основном уделяется только медицине, внимание, учат журналисты, как оказать первую помощь себе, своему коллеге. То у нас, конечно, программа очень расширенная. И те, даже кто были на курсах «Центуриона», особенно наши коллеги из центральной прессы, из Раши, туда и с центральных каналов, говорят, что наши курсы намного выше и более квалифицированы. Представителям средств массовой информации предстоит пройти еще много обучающих лекций и практических занятий. Для них это только середина учебного процесса. Однако, после его окончания они будут куда более подготовленными профессионалами своего дела. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Торжественная дата. В России отмечают 300 лет со дня образования полиции. Неделю назад в рамках торжественных мероприятий в Рязани открыли памятную доску полицмейстеру Гаврилу Константиновичу Хорота, трагически погибшему при исполнении служебного долга в 1906 году. Рязанские полицейские отважно защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, с честью выполняли поставленные задачи в горячих точках, участвовали в операциях по борьбе с экстремизмом и сейчас стоят на страже порядка и спокойствия каждого жителя страны. С профессиональным праздником рязанских полицейских поздравил глава региона Николай Любимов. Он отметил, цитата, «В наши дни полицейские на высоком профессиональном уровне ведут борьбу с нарушителями закона и порядка, оберегают жизнь и покой рязанцев. В регионе сложилось конструктивное взаимодействие органов власти с управлением МВД. Это во многом способствует устойчивому социально-экономическому развитию области, сохранению стабильности в обществе». Конец цитаты. Приятная новость пришла от наших федеральных коллег. «Интерфакс» опубликовал ежегодный национальный рейтинг университетов по итогам за 2017-2018 год. В список лучших вошли три рязанских вуза. Первым из них стал медицинский университет имени Ивана Петровича Павлова. Рязгому занял сразу две строчки в рейтинге – 97-ю и 98-ю – и набрал 430 баллов. Первое место по России занял Московский государственный университет. У него уровень рейтинга достаточно высокий. «Великим быть желаю, люблю Россию честь, я много обещаю, исполнили Бог весть». Строки Пушкина звучат сегодня по всей стране. В день рождения поэта традиционно отмечают и День русского языка. А Рязань в этом году стала столицей пушкинского диктанта. Ежегодно в нем принимают участие более 10 тысяч человек по всей стране. В Рязани диктант проходит в третий раз. Подробности далее. Более 200 человек собрались в тенах библиотеки имени Горького для того, чтобы ответить на вопросы о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 45 минут на ответы. Здесь пришлось проявить смекалку, показать знания пунктуации и орфографии и, конечно, знания стихов. Ученица 9 класса 45-й школы Софья Митракова принимает участие в пушкинском диктанте впервые. Но она уверена, ей это поможет открыть новые грани в творчестве поэта. Мне очень нравится творчество Александра Сергеевича Пушкина. У него есть очень много интересных стихотворений, которые затрагивают много эмоций, пробуждают в людях. Я считаю, что наша страна должна им гордиться. Это просто жемчужина литературы. Творец искусства нового уровня. Именно так называют Александра Сергеевича. В России, пожалуй, нет человека, который не знал бы его стихов. С его сказками мы знакомимся в детстве. Поэтические произведения изучаем в школе. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставили меня. Я вас любил. Любовь еще быть может. Душе моей угасло не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолзно, безнадежно. Туровость, ту ревность и томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любим и быть другим. Честь провести пушкинский диктант выпала нашему городу благодаря талантливым педагогам, которые разработали задания для диктанта и победили в конкурсе. В нем участвовали представители 40 регионов. Теперь задания рязанских учителей решают по всей стране. Задания, которые интересно выполнять всем. Я думаю, не только школьникам, но и взрослым. Это задания, связанные с облаками слов, с хэштегами и так далее. То есть это то, что сегодня востребовано среди молодежи. Задания разработали с учетом возраста участников. Несколько номинаций для школьников по возрастам и для взрослых. Здесь учитывается уровень образования. Для филологов вопросы, конечно, сложнее. Сами учителя работали над проектом и дома, и на работе. Слаженность и творческий подход позволили занять сразу несколько призовых мест. Очень много и очень долго, кропотливо составляли большое количество заданий для всех этих номинаций учителя. Вечером или ночью, после того, как уроки приготовили по скайпу, по другим видеоконференциям. У нас их несколько. Учителя собирались и из дома обговаривали. Потом в школе встречались и создавали задания. Вклад Пушкина в русскую культуру и язык вряд ли возможно переоценить. Его по праву считают создателем современного русского языка. Люди по всему миру читают строки поэта. А через его произведения пытаются постичь загадочную русскую душу. Стихи поэта переведены более чем на 200 языков мира. Благодаря Пушкину мы узнали, что такое золотой век поэзии. Читайте литературу. Не только русскую, всякую литературу. Французскую, немецкую, американскую. Много хорошей литературы. Русская очень хороша, но во всем мире много пишет хорошего. Читайте философию. Французскую, немецкую, русскую. Но прежде всего живите. Сперва живите, а потом философствуйте. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ароматные специи, рыба, выловленная в недрах наших морей, колбаса, сыры и много чего другого можно найти на выставке от Абхазии до Камчатки. Она открыла свои двери как для гурманов, так и для любителей натуральной продукции в торговом центре «Премьер». Фермерские продукты в центре Рязани. Такую возможность предоставили организаторы выставки от Абхазии до Камчатки. Здесь вы найдете только натуральные продукты, огромный выбор приправ и специй. Более 30 наименований. Красная жгучая аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. У нас есть соль абхазская, сванская. Ее можно добавлять во все блюда. И дозировка точно такая же, как и у обычной белой соли. Также есть гранатовая. Ее можно применять. Ее применяют к мясу. Гранат за счет своей кислинки размягчает мясо, делает его более сочным и нежным. С момента открытия выставки у прилавка с рыбой было не пробиться. Очередь выстроилась до самого входа. Прежде чем купить продукт, вежливые продавцы дают его попробовать. Все продукты отличаются высочайшим качеством. Основная масса продукции – это Краснодарский край, это Краснодарский чай, абхазская аджика, сыры Краснодарского производства, сыры из Адыгеи, мягкие сыры. Ну, а уникальность – это в том, что все то, что сейчас лежит в Рязани на полках, буквально несколько дней назад еще томилось в печах Краснодарского края. Также здесь можно приобрести вяленое мясо, сырокопченые колбасы, псуджу и другие деликатесы. При производстве не используются усилители вкуса и добавки, все только из мяса. Отдельное место занимают сыры. Представлены адыгейские сыры, сыры из Армении. Все очень вкусное, все натуральное, шикарнейшие сыры. Стоит попробовать, я вам советую. Это все идет домашнее, без всякой химии, делается из настоящего козьего, овечего и коровьего молока. Жители Рязани уже успели попробовать и оценить уникальную продукцию. Морепродукты очень хорошие, икра хорошая, красная. И оленина тоже мне понравилась. Для рыбы перец горошком купила, для мяса там еще купила. Рыбу купила, икру купила больному человечку. Очень довольна. Икру, сельди, семгу, сельдь. Мед, сладости, варенье из лепестков роз, еловых шишек и еще множество вкусных и полезных продуктов вы найдете на выставке от Абхазии до Камчатки. Она будет работать до 16 июня. Вас ждут ежедневно в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова